Добрый день, в эфире Финам.фм, я Игорь Виттель, это программа «Продукт» с Игорем Виттелем. Наш телефон 65 10 99 6, код города 4 95, или на сайте финам.фм, пишите на страничке нашей программы. Говорить мы сегодня будем на тему весьма невеселую и, наверное, достаточно циничную. Мы попытаемся понять, какая экономическая подоплека стоит за так называемым законом Димы Яковлева или законом подлецов, как его называют некоторые. В студии у нас Герман Пятов, врач-хирург, координатор команды помощи сиротам Мурзик.ру. Герман, здравствуйте. Здравствуйте. Герман, вопрос, наверное, зададим к слушателям такой для начала. Значит, напомню, 65 10 99 6. На каких условиях, финансовых, прочих, жилищных, вы готовы были бы взять к себе семью, усыновить ребенка, сироту, инвалида? Пожалуйста, 65 10 99 6, код города 495 или пишем на страничке программы. Герман, ну, вы как человек, который занимается помощью детским домам, общением с детскими домами, общением с сиротами очень часто. Так ли трагично, как многие говорят, обстоит дело у нас с сиротами? Ну, на самом деле, конечно, не так, как это часто подается, потому что общественное мнение у нас представлено людьми, сидящими в интернете, которые не то что за МКАД, но и от стула не часто отрываются. Вот, а большая часть детей сирот у нас все-таки проживает в глубинке, и мы помогаем на сегодняшний день детям, сиротам, воспитанникам провинциальных сиротских учреждений, детских домов и интернатов, которые, ну, 200 сиротских учреждений под нашим патронатом, вот, которые расположены в радиусе 500 километров от Москвы и далее. Вот, то есть мы дошли уже до границы России с Белоруссией, с Украиной, то есть мы охватили вот на юго-западе, это значит граница Брянская, Смоленская область. Но это просто дети, это дети-сироты, это не дети-инвалиды. В том числе там есть дети-инвалиды, скажем, там Болховский интернат, Орловская область, есть интернат в Новочеркасске, это тысячу километров от Москвы и далеко ездить, но мы туда доехали. У него Черкасск-Ростовская область. Да, Ростовская область, это, ну, где-то там не доезжая, там, километров 40 до Ростова-на-Дорогу. Родина Росской революции 1962 года, да, вот, там тоже. И, на самом деле, таких интернатов для сирот-инвалидов, ну, именно сироты-инвалиды-колясочники, да, такие специализированные, которые действительно с очень ограниченными возможностями передвижения и так далее. То есть мы отвозили коляски с электроприводом, там, ноутбуки, компьютеры, вот. Но таких на всю страну, таких интернатов, пять всего, и в них где-то, ну, где-то по 60 детей, ну, в среднем интернат, ну, там, плюс-минус. Ну, пять на 60, это 300 человек, и это не все дети-сироты. Так, 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 одну секундочку. Как говорят, у вас в интернетах не бьется. А назывались цифры, что было за последние годы, за последние с 2001 года только американцами несколько тысяч усыновленного, да? И из них примерно половина. Это сказки все. Есть официальная статистика. Нет, какая официальная статистика? Официальная статистика есть, она может быть официальная, только государственная, вот. А мы можем ей верить? Ну, в принципе, да. Потому что у нас, ну, извините, у нас можно ничему не верить вообще, да? У нас другого особо ничего нет. Вы поймите, что сиротские учреждения — это закрытое учреждение. Поэтому любой Вася с улицы, который начинает проповедовать, что там вот, мол, вот так и так, это если он там не бывал никогда. Ну, а вот фотографии, которые появились в интернете, действительно, свидетельства людей, которые ездили, тоже помогали. А фотографии чего? Детей, несчастных детей, парализованных, лежащих, извините, в луже мочи, прикованных к кровати. Есть свидетельства людей, которые... Есть, есть, действительно, дети, которые лежат в кроватях, я вам об этом и говорю, да, то есть, что... Ну, это не тысячи детей, я имею в виду сирот. То есть, есть вот, даже вот в этих интернатах для детей-инвалидов, там сироты половина. А половина не отказались, нет. Дети-сироты-инвалиды и дети-сироты в детских домах, вот это заблуждение, такой стереотип, что отказались... Нет, не отказались. Есть родители-алкоголики, у которых принудительно изымают детей, но эти родители от детей не отказывались. Понимаете, в чем дело? Вот, то есть, вот эта вся сиротская тема и сирот вообще, и сирот-инвалидов, это сплошная такая клоака о лжи и ложных стереотипах, заблуждений и так далее. Значит, давайте еще раз. Много сказок очень. Вот, все то, что было опубликовано, показано людьми, которые выступают против так называемого закона подлецов, по-вашему, это ложь? Не все. Я все это в не состоянии изучить и поэтому оценку этому давать невозможно. Вы сами говорите, это сказки. Нет, вот это то, что вы говорите, что... То есть, все дети содержатся в нормальных, достойных условиях? Вы говорите о том, что дети, значит, это от которых... Я вам объясняю, вы меня дослушайте. Значит, вот есть пять интернатов для детей-сирот-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые реально... Ну, дети с ДЦП, с последствием ДЦП, еще каких-то проблем опорно-двигательного аппарата, которые колясочники. Либо они ходят там на костылях, еще как-то передвигаются. Вот. В этих пяти интернатах где-то примерно около 300 детей. Вот. Это одного вида интернаты, да. Есть еще интернаты для глубоком снасталых детей-сирот, да. Но там тоже часть сироты, часть домашних детей, которые отдают на интернаты воспитание, потому что родители не в состоянии их воспитывать. В каких условиях содержатся эти дети? Условия вполне благоприятные. То есть вот эти вот и слои, когда там в луже мочи и так далее. Можно сфотографировать любого ребенка, у меня тоже есть такие фотографии, да. Но вот сколько я приезжал, да, там бывает, ну, неприятный запах. Но это как в больнице, тяжело больные люди, когда лежат. Есть запах, с которым очень сложно бороться, потому что, ну, от человека пахнет. То есть его невозможно каждые 15 минут мыть там, душ ему делать или как. Если он лежачий, не встает. То есть есть дети, которые находятся в растительном состоянии. Никакие американцы их никогда не усыновят. Дети, которые просто, ну, у них практически есть проблема с мозгом, там, врожденная, да, например, генетическая или внутриутробная, да, там, какая-то. А вы считаете, что их не усыновят никогда американцы? Они даже не, ну, вы понимаете, это дети, которые, вот, они не могут даже ни общаться, ни разговаривать, ничего. Тем не менее. Они не почувствуют ничего. А вы видели тех детей, которые усыновляли американцы? Я видел тех детей, которые усыновляли американцы. Я противник закона антимагнитского Димы Яковлева, я об этом неоднократно заявлял, выступал. Но надо отделить мухи и отдельно, котлеты отдельно. Понимаете, есть проблема сирот в России, и есть магнитский акт, который вообще никаким образом не привязан. Я вообще сейчас не хочу говорить о магнитском акте. Я хочу понять, как нам сделать так, чтобы у нас в стране уменьшилось количество сирот. Оно уменьшается. На первой линии у нас Лидия. Лидия, добрый день. Добрый день. У меня очень короткий вопрос к гостю. По сути, как я понимаю, по сути, ваш гость произвел следующую такую умственную работу. Он нам попытался показать, что все дети сироты. На самом деле не все сироты, а есть три группы. Отказники в роддомах или чуть позже. Лишенцы, дети, у кого родители лишены родительских прав. И, собственно, сироты. Тенденция этой классификации была, что у нас их становится меньше. А у вас вопрос в чем заключается? Нет, это не вопрос, это мнение. Это достаточно непорядочная классификация и подход к вопросу. В чем непорядочная? От того, что вы разбили на три группы, отказники, лишенцы и сироты, их не стало меньше. И горя и беды не стало меньше. И медицина не стала лучше. Лидия Ивановна, я вас узнал, да? Да. Лидия, я знаю, что вы много лет занимаетесь этой проблемой. Спасибо, что вы позвонили, услышав нашу передачу. У меня к вам вопрос такой. На ваш взгляд, в каких условиях содержатся инвалиды, сироты, неважно, не сироты, инвалиды в детских домах, в детских специальных учреждениях? Потому что, несмотря на то, что Герман рассказывает, я лично видел, заключая судебные дела по нянечкам, которые наказывали детей, купая их в кипятке и так далее. Этого не существует, как говорит Герман? Либо я, Германа, неправильно понял. Либо это существует, а если существует, то это сплошь и рядом или это трагическое исключение из правил? Нет. Счастливое исключение из правил другие детдома, а условия содержания просто недостойны человека, независимо от того, болен он или здоров, сирота он или нет. Это эмоциональные оценки, да? Как раз, Герман, я тут хочу сказать, что это, говорят, человек, который бывает в детских домах, это человек, который знает о чем-то. Я 14 лет езжу по детским домам и объездил, уже полмиллиона километров накатал, поэтому я тоже... Ну да, вы говорите, встречаются случаи, это не так страшно. Нет, бывают исключения, но как мы говорим в Америке, там сирота оставили в машине, он погиб. Ну и у нас бывают, да, такие исключения, но мы говорим все-таки не об исключениях, мы говорим об общем. То есть вообще вот эти ситуации, что у нас поголовно нянечки в кипятке купают детей, там сирот инвалидов, это ерунда, это бред. Ну и какие-то ситуации встречаются, да? Послушайте, ну у вас-то тоже эмоциональные оценки. Вы такого исследования? Леди Ивановна, мы сейчас привемся на выпуск новостей, вы трубку, пожалуйста, не вешайте, потому что у меня к вам есть еще несколько вопросов, и помимо эмоциональных оценок, мне бы хотелось все-таки поговорить об экономической подоплеке. Увидимся буквально через пару минут. Ну что ж, возвращаемся в студию, я, кстати, хочу поправиться, услышимся все-таки, а не увидимся, это я по привычке телеведущего говорю, давно не был в радиоэфире. 65 10 99 6, код города 495, наш телефон, говорим о экономической подоплеке закона Димы Яковлева, Герман Пятов, врач-хирург, координатор команды по помощи сиротам Мурзик Ру у нас в студии, а нас ожидает на телефоне Лидия, продолжим разговор. Лидия. Да. Я знаю, что мы с вами, Лидия Ивановна, эту тему много раз поднимали в свое время, еще в других эфирах, я хочу услышать, на ваш взгляд, я повторю еще, если вы не возражаете свой вопрос радиослушателям, дорогие радиослушатели, на каких условиях вы бы согласились взять ребенка-сироту-инвалида, усыновить себе домой? Вот вопрос тоже самый к вам, Лидия, не вы лично согласились бы, а что нужно сделать, чтобы в стране уменьшилось количество сирот, особенно сирот-инвалидов, что нужно сделать, чтобы мы не надеялись на Америку в этом вопросе? Номер один. Медицина. Медицина, специальная медицина, которая на ранних стадиях различных серьезных проблем со здоровьем у детей, эти проблемы решает. И эта медицина для всех детей, неважно, сироты они или нет, должна быть бесплатной. Это первый момент. Второй момент. Опять медицина. Но уменьшение числа родовых травм. По официальной статистике на 1 миллион родов, вдумайтесь, у нас 1 миллион 700 травм. Это не сумасшедшая цифра, просто в родах участвуют два человека. Тот, кто рождается и тот, кто рожает. Так вот, на миллион родов у нас 1 миллион 700 травм. Я, как учитель, очень часто сталкивалась с последствиями родовых травм у детей. И если хотите знать, то это колоссальное поле работы, которое в краткосрочной перспективе проблему эту не решить. Но в долгосрочной перспективе это может сделать только государство. Это к проблеме, к которому мы обсуждаем, не имеет никакого отношения. Почему? Прямое. Прямое, потому что... Герман, подождите, я не договорился. Инвалиды, это не следствие родовых травм. Инвалиды, сироты, это не следствие родовых травм. В том числе, вы такой статистики не делали. Да ладно. В том числе, это и родовые травмы. Вы знаете, что... Скажите новую вещь. Это последствия пьяных зачатий и последствия алкоголизма родителей. А травматизм... Можно я вам скажу? Можно я вам скажу? Ради бога, я могу вообще уйти и выговаривать. Нет, 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 нет. Можно я вам скажу, уважаемый Герман? Лично мне, лично мне в 89-м году родовая травма была при рождении моего внука. Лично мне врачи сказали, что он безнадежен, откажитесь от него. Потому что это ДЦП. И мы с дочерью и с детьми вытащили этого человека. Ему сейчас 23 года, это замечательный мужик, молодой мужчина. Так что не надо мне говорить, что родовые травмы не имеют отношения к инвалидности. Лидия Ивановна, перебью вас на секунду, мы все-таки вернемся к теме. Наталья, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаю вас, Наталья. Я прошу по образованию, понимаете? Так что я имею понятие о том, родовой травм, если впрочем. Потому что это одна тема. А вторая тема, я согласен с этой Лидией, которая в отношении того, что у нас медицина должна быть бесплатная. Это позор, понимаете, на то, что люди... Согласен. Я все-таки хочу повышение... Я вопрос хочу повторить. Вопрос хочу повторить. Да, я вам отвечу на этот вопрос, понимаете? Если у нас медицина станет бесплатной, то, я думаю, больше людей будут брать детей. И меньше людей будут отдавать их в детские дома. Спасибо. Это вообще никакого отношения к тому, что отдают... У нас сироты в детских домах не от того, что их отдают туда родители. Ребята, это бред. Просто бред. Люди, которые... Мы вынуждены слушать в эфире 15 минут мнения людей, которые непонятно, они были вообще когда-то в детских домах. И вот из интернета они взяли статистику, и они начинают мне рассказывать. Слушайте, у меня 15 тысяч сирот, и мы помогаем, 200 детских домов на территории в миллион квадратных километров. Я 14 лет этим занимаюсь. И мне как бы слушают, мне там начинают рассказывать, что там родовые травмы. Какие родовые травмы? У нас главная проблема – это алкоголизм. Вот это причина социального сирота. Это номер один. Второе – это наркомания. Нет, последняя девушка. Герман, Наталья, по-моему, которая вот сказала, что она кушерка... Она тоже сказала, бесплатная медицина. Она говорила не об этом, Герман. Кушерка – это не врач, во-первых, это медсестра. Герман, она говорила о том, что если бы была бесплатная квалифицированная медицина, то многие бы забирали из детских домов. Да ничего не забирали бы. У нас ДЕЮРЭ, она бесплатная. Никто ничего бы не забирал. Это ДЕЮРЭ, но де-факто-то она же не бесплатная. Ну, она где-то платная, где-то бесплатная. Хорошо. У нас на связи директор детского дома номер два города Москвы, Надежда Михайловна Хрыкина. Надежда Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Если вы слышали нашу беседу, если нет, тут у нас завязался отчаянный спор, о том, насколько дети нормально содержатся, особенно дети-инвалиды в детских домах. Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, условия достаточно приспособлены для проживания детей-инвалидов в детских домах. Медикаментами дети обеспечены. Если, вот, например, у меня есть дети с ДЦП, дети-инвалиды, да, мы тесно работаем с 18-й специализированной больницей. Дети периодически планово туда госпитализируются на пролечивание, на оперирование плановое, где проводится им. Ну, и, в общем-то, у нас как бы они всем обеспечены. Я, насколько помню, вы с 91-го года директор детского дома. Скажите, за это время, за 20 с лишним лет, стало лучше или хуже? Вы знаете, последние годы стало лучше. За счет чего? За счет того, что, наверное, повернулись лицом к детским домам, к детям-сиротам, стали много говорить. И как-то и правительство, и общественность стали больше интересоваться этими вопросами. В детские дома пошли волонтеры, пошли люди, желающие взять детей, приемные родители. И вот за счет этого, естественно... Вы говорите, что пошли приемные родители. На ваш взгляд, почему они пошли? Ну, наверное, потому что общество наше, наверное, все-таки созрело. Вот у нас сейчас, особенно в этом году, ну, просто поток людей, которые желают в школу приемных родителей. У нас на базе детского дома работает школа приемных родителей. Просто у нас запись уже на февраль месяц. Тогда то, о чем мы говорили с Германом в самом начале. Есть распространенное мнение, которое сейчас сильно тиражируется в интернете. Поправьте меня, если я не прав. Говорят о том, что иностранцы усыновляют тех детей, которых не усыновляют россияне, скажем так. Это правда или нет? То есть наиболее тяжелые случаи. Я как-то очень мало работала в течение всего времени с иностранцами. Я как бы... Вы их просто не видели, я так понимаю, да? Потому что, то есть это в основном в интернете пишут, что иностранцы просто толпой ломятся наши детские дома. Нет, конечно, не ломятся толпой. Вот и все. Не ломятся. Толпой не ломятся. Не знаю, может быть, какие-то определенные и работают детские дома. В вашей практике были случаи, когда иностранцы усыновляли тех детей, от которых отказались российские усыновители? Нет. Не было? Таких у меня не было. Последний вопрос, точнее, два еще вопроса. Да-да. Вопрос первый. На ваш взгляд, ваш детский дом – это исключение или правило? То есть насколько можно экстраполировать, сказать, что у нас в России в детских домах с детьми, сиротами, инвалидами обстоит все благополучно? Ну, я не сказала бы, что исключение, но я считаю, что в московских детских домах, это во всех так, я не могу говорить за всю Россию, но в московских детских домах условия созданы. И последний вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы российские усыновители более активно, спокойной душой усыновляли сирот, усыновляли сирот-инвалидов особенно? Ну, я думаю, у них должны быть какие-то все-таки гарантии о том, что государство им поможет. Как? Ну, вот конкретно. Каким образом? Налоговые льготы, какие-то пособия, квартирные, что конкретно? Вот знаете, когда ребенок проживает в детском доме, да, мы бесплатно делаются операции ребенку, вот инвалиду, медикаментозное лечение. Если нам нужно куда-то ребенка, какое-то специфическое заболевание, мы договоримся, нас принимают во всех лечебных учреждениях, даже в Москве, беспрепятственно. Ну, вот когда ребенок уходит в семью, немножко возникают с этим проблемы. Какие-то очереди возникают, трудно записаться, финансовые вопросы возникают. Вот более внимательно надо относиться просто и к этим семьям. Спасибо большое. Герман, послушаем еще двоих радиослушателей коротком. Светлана, пожалуйста. Светлана. Интересная передача, спасибо. И я бы, вот, как бы ответить на ваш вопрос, сказала бы вот честно, я бы больного ребенка с каким-то нарушением, дефектом, я бы не взяла. Ни за что. Потому что это тяжело морально на все на это смотреть и понимать, что из него никак не вылезет полноценный гражданин. Это, ну, я не знаю, вот мое личное мнение. Спасибо, Дмитрий. Да, я слушаю, Дмитрий. Да, добрый день, спасибо за передачу. Я, возможно, навлеку на себя праведные или неправедные слушатели, но вот я недавно был в двух детских домах, которые не в Москве находятся. Причем один из них, значит, это дом для больных детей, глубоко больных. И вы знаете, вот... А назовите его, пожалуйста, если можно. Вы знаете, если можно, не хотел бы этого делать. Вот, потому что, собственно говоря, вы знаете, там такие просто, ну, дворец реально. И меня поразило то, что напротив этого дома стоит школа трехлетняя для детей деревенских. Вот там, знаете, туалет — это просто дырка в земле, а топят школу углем. А детский дом шикарный, да? Нет-нет-нет, я имею в виду наоборот. То есть внутри дома там школы не нужно, потому что эти дети просто никогда не смогут учиться. Там настолько больные дети. Но там, понимаете, внутри все, ну, там просто, ну, как говорили в 90-х годах, евроремонт, и там все шикарно. А помимо евроремонта, понимаете, евроремонт — это, конечно, хорошо, а медицинское обслуживание? Да нет, и там медицинское, там очень на высоком уровне, там высококлассные специалисты работают, и там все очень замечательно, здорово. И деньги выделяются просто огромные. А вот для обычных детей, да, здоровых, там просто, ну, родителям некуда везти детей в школу. И школа уже где-то закрыта. И это первое. Второй момент, вот я недавно был в обычном детском доме, так случилось, что мне попали в руки, ну, достаточно большое количество билетов на одно из таких шикарных массовских представлений. У меня был выбор, либо отдать эти билеты просто, ну, малобеспечным людям, чтобы они со своими детьми съездили, посмотрели, либо отдать детский дом. Ну, я решил отдать детский дом. Меня просила реакция людей, которые там работают. Они сказали, да вы знаете, у нас, честно говоря, то есть они как-то очень апатично к этому отнеслись, более того, мы даже проплатили автобус для этих детей сами из своего кармана. И в итоге, понимаете, ну, вот сказали так, да вы знаете, нас, честно говоря, закормили. Осадочек, осадочек остался, да? Да, да, то есть как бы у нас этих вот поездок как бы, ну, очень много там. Дмитрий, знакомая история, постоянно с этим сталкиваемся. На Новый год отвезли подарки в Людиновский интернат, и директора не было, он был на каникулах, отдыхал, да, как все нормальные люди. А мы, как ишаки, ездили, развозили подарки. И он после этого мне звонит, и с претензиями, что вы нам тут привезли, нам вот это не подходит, наши дети это не будут носить, это не то. А это проблема директора, или проблема то, что действительно дети обеспечены всем, что нужно? Ну, это, это, с одной стороны, дети, конечно, там не, нет такой острой нужды, но, тем не менее, этот самый директор перед Новым годом мне звонил, это Людиновский интернат, Калужская область. Я ему хочу передать привет, этому, не знаю, как сказать, да? Игорь, а не кажется ли вам, что проблему можно было бы решить, если бы первые лица государства личным примером показали это всем, а то они только говорят о благе детей, но что-то никто не спешит усыновить. И говорят, что нельзя рассматривать закон Димы Яковлев без контекста закона Магнитского. Почему закон Антимагнитского бы принять не сразу поступать? Да, можно рассматривать, потому что мы сейчас, никто не говорит, что закон Димы Яковлеву это хорошо. Мы говорим о том, что плохо, мы оба, и я, и Герман, и все, видимо, люди, которые нам звонят, мы против этого закона. Мы прекрасно понимаем, что это спекуляции детьми, и этого быть не должно ни в коем случае. И огромное спасибо, вот я хотел бы, пользуясь случаем, сказать спасибо Константину Хабенскому, который пришел на встречу к президенту со значком, что уберите детей из политики, не спекулируйте детьми. Огромное спасибо Константину и тем людям, которые думают так же. Но это не отменяет проблем, мы хотим понять, что нужно сделать, чтобы в стране было меньше сирот. Герман, после выпуска новостей, тогда 10 минут, объясните мне, как нужно построить ситуацию, чтобы сирот в стране было меньше. Напомню, после выпуска новостей звоните 65 10 99 6, код города 495, или финам.фм, пишите нам. Ну что ж, вернулись мы в эфир, 65 10 99 6, код города 495, финам.фм, парадокс с Игорем Виттелем. Беседуем о экономической подоплеке закона Димы Яковлеву, Герман, пятого врач-хирурга, координатор команды помощи, сиротам Мурзик Ру у нас в студии. Герман, что нужно делать, чтобы сирот стало меньше? Ну, во-первых, объективно, да, их становится меньше. Почему? Циничная причина, потому что источник социальных сирот в России это алкоголики, которые бесконтрольно размножаются, да. То есть, ну, понятно, что они в состоянии алкогенопьянения постоянно, и никто не планирует и не предохраняется. Вот, но они вымирают постепенно. И тенденция к снижению, да, но это, опять же, это не отказники. Ребята, отказников очень маленький процент, они, ну, там, 3-4% от общей массы, и это отказники, это в роддоме отказываются. Их тут же усыновляют, если это, ну, дети европейские, да, потому что у нас сейчас очень много появилась, но тенденция отказников, дети-мигрантов, да. И, конечно, вот в Москве, если вы захотите ребенка усыновить, пойдете, ну, именно маленького, да, усыновляют детей от 0 до 4 лет. И американцы, и русские. Вот. Это правда, что американцы усыновляют те, кого не усыновляют другие? Нет, это неправда. Они нормальные люди, понимаете, американец хочет, большой процент американцев, 80%, их мотивация это получить ребенка. Это бездетные пары. А почему они не могут его получить в Америке? В Америке, потому что в Америке, а точно так же нету на рынке усыновления сирот европейского, европейских кровей, детей, для которых подрежат усыновления. А в основном это афроамериканцы, китайцы, там, латинцы и так далее. Так нет, извините, пожалуйста, если посмотреть статистику, значит, первая тройка стран, из которых усыновляют, догадайтесь, какая? Китай. Китай, а вторая страна? Россия. Нет, и Россия третья, Эфиопия. Нет, по количеству... Вот вам те же самые афроамериканцы, условно, и китайцы, да? Это может быть, да, но в Америке, ну, это общепризнанно, да, 80% усыновителей белые, и они хотят белых детей. То есть часть этих, вот этих процентов, да, большая часть, да, усыновителей, они есть, которые готовы темнокожих детей, там, китайцев, там, эфиопов и так далее брать. Но многие хотят европейцев. Вот, ну, вопрос был, что делать, да? Да, что делать? На самом деле, вот этот запрет, я противник вот этого закона Димы Яковлево, почему? Потому что против кого направлен акт Магнитского? Против жуликов-воров. Жуликов-воров пытается актом Магнитского лишить их счетов за рубежом, там, в Америке или там где-то еще, и недвижимости. Скажите, откуда у простого честного следователя и прокурора, который живет на зарплату, откуда счета в Америке и, скажем, недвижимость в Америке? Откуда? Ну, я, честно говоря, видел мало следователей и прокуроров, которые живут на зарплату, к сожалению. Ну вот, соответственно, если это люди не живут на зарплату, значит, они живут на какие-то нелегальные, незаконные доходы. И, соответственно, мы сами заинтересованы в том, чтобы их наказать. И какое отношение к этому имеют вообще дети-сироты, это вообще совершенно непонятно. Я даже это не готов сегодня, я понимаю, что это... Поэтому, то есть, как бы, это я написал статью, закон имени потерянного разума в Яндексе наберете, найдете мое мнение по этому вопросу. Что можно сделать, чтобы, как бы, заниматься решением проблемы? Дело в том, что международное усыновление, оно никаким образом на ситуацию с сиротами в России, оно не влияло. Почему? Каждый год в России выявляется около, ну, там, плюс-минус, там, калибру... Как не влияло, если несколько тысяч было усыновлено? Сто тысяч в год выявляется у нас детей, оставшихся без попечения родителей, социальных сирот. Девяносто пять процентов детей в детских домах, это дети при живых родителях-алкоголиках. Понимаете, они не теряют связи с родителями. Это дети с школьного возраста. 80 процентов детей в детских домах, это дети старше 10 лет. И это дети, которых никакие американцы никогда не усыновляли. Понимаете, потому что они берут 80 процентов усыновляемых американцами или иностранцами детей, это дети от нуля до 4 лет. Эта статистика даже не моя, есть сайты американских усыновителей, могу дать вам, так сказать, это. И в этой статье вот... Не влияло. Я просто... У нас сейчас Герман, на секунду перебью. У нас на связи есть человек, который занимается вопросами усыновления. Агентство усыновления, то противники, точнее сторонники закона говорили, вот они злодеи, вот он весь бизнес, вот она мякотка. Мякотка с нами на четвертой линии Петр. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Петр, расскажите нам, пожалуйста, как это работает. И правда ли то, что говорит Герман, что никакие американцы не усыновляют детей старше 4 лет, никто не усыновляет... И маленький процент усыновляет. Маленький процент, хорошо. Поправляйте меня, Герман, если я не прав. Вы знаете, я как-то, в принципе, в этот разговор про цифры, про статистику, столько цифр опубликовано. Мне кажется, что, во-первых, необходимо развенчать навет, поклеб, миф, как угодно это назовите, о том, что вот кто-то продает детей. Детей не может продавать никто, кроме государства. Потому что попечения и детские дома все это принадлежит государству. Да, никакой агентство никого продать не может, потому что оно не может купить этого ребенка. Правда ли? Так, простая. Российская сторона продавала. Это понятно. Секундочку. Да, вся история, весь процесс установления, он обложен огромным количеством ограничений, документов. Он максимально прозрачен. Все финансовые отчеты всех аккредитованных в Министерстве образования агентств находятся в Министерстве образования. И, как бы, доступны для любой контрольной проверки. Дети, которые уехали за рубеж с родителями, по закону, как бы, семьи отчитываются раз в определенное время. Эти отчеты приходят в агентство, агентство их переводит. Агентство занимается посредничественными услугами в том смысле, что необходимо подготовить огромное количество документов. И, в том случае, если что-то неправильно, то агентство крайнее, агентство виновата. Агентство не таких скандалов. Я на шкучку перебиваю, Петр. Вопрос прямой. Значит, вы просто меня поправляете, если я говорю неправильно. Значит, говорят, что усыновить ребенка в России стоит от 30 до 60 тысяч долларов для американцев. Так? Ну, это неправильный подход. Да, действительно, американец должен положить 50 тысяч долларов. Куда? Входят в него, секундочку, 3-4 поездки в Россию самолетом, проживание в гостинице, машины. Половина этой суммы достается агентству по международному установлению. Так это или нет? Агентство по установлению получает из этой суммы, хорошо, если 3-4 тысячи долларов. Нет, 34 тысячи долларов это на сайте. Оформление огромного пакета документов. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Когда сейчас приходите заграничный пакпорт получать на улицу Новослободская, то там прямо рядом, в том же здании, вам подготовят документы. Если так, кошельно стоит тысячу рублей, то агентство, которое там аккредитовано внутри... Это здесь при чем? Значит, вы сказали, что все прозрачно, при этом вы не называете ни агентство, ни настоящее имя. Не-не-не-не, при чем тут прозрачность? Почему не называете настоящее имя? Это его имя Петр. Вопрос другой. А какое агентство он? В каком агентстве по национальному работе? Я пообещал, это не... Ну вот о том и речь. Одну секундочку. У меня есть другой вопрос. И все это прозрачно. Значит, Петр... Нет, а при чем здесь... Почему здесь агентство? Я сказал, что такое... Ну если вот я называю Герман Пятов, да, Мурзикрук. Подождите, одну секундочку. А вы там, Петр, неизвестно кто, неизвестно какая организация. Люди справедливо опасаются, что сейчас это может отразиться на те, которые находятся в процессе установления. И я с ними согласен. Петр, вопрос такой. Агентству достается 3-4, а директору детского дома? Кому еще достаются деньги? Кто там зарабатывает на этом, помимо агентства? Мне лично предлагали 3 тысячи долларов за каждого ребенка, про который я дам информацию усыновителям. А это совсем не обязательно так. Да нет, это информация опубликована на сайте. Никто не зарабатывает... Значит, агентство зарабатывает 3-4 тысячи. Остальное уходит куда? На 3-4 поездки в Россию? Остальные накладные расходы... Вы представляете, что для того, чтобы семья получила право в той же самой Америке установить ребенка в России, она должна пройти собеседование с психологами, которые стоят денег. Вы сейчас говорите, сумма бруска. Да, помните, как у Остапа Бендера? В тот момент, когда посчитали, оказалось, что вам ничего не осталось. Но я считал, что... Директор детского дома просто ничего не остается. То есть директор детского дома... Не может связываться ни с какими деньгами. О чем вы говорите? А кто связывается? Абсолютнейший наговор и кривица. Значит, еще раз я перезадам вопрос. Я правильно понимаю, что из тех денег от 30 до 60 тысяч... Я не буду сейчас спрашивать, от чего зависит эта сумма. Основная часть уходит на поездки в Россию. Уходит на то, чтобы платить психологам. И агентство за перевод, за другие посреднические услуги платит порядка 3-4 тысяч. Я правильно все понял? Да, абсолютно так же, как в покупке недвижимости. Абсолютно так же, как в любом посредническом бизнесе. Конечно. В общем, хорошо, Сирос сравнили с покупкой недвижимости. Нет, вы меня извините, но вы заставляете меня сравнивать эти вещи. Вы же говорите о том, что кто-то наживается. Вы говорите о том, что... Я вообще, кстати, не говорил про то, что кто-то наживается. Я ни слова сказал ни слова. Петр, спасибо. И вам, ни этому общественному мнению. Нет, нет, нет. Я уже перестаю что-либо понимать. Значит, те, кто... Такие условные сторонники, такие жулики и воры, подлецы, которые выступали за закон Димы Яковлева, утверждают, что на этом наживается международная мафия, цепочка последников. Вы, Петр, утверждаете, что вы скромные люди, и получаете 3-4 тысячи долларов. И шестидели в этом. За 5% работают. Значит, Герман же в свое время сказал, что у нас в принципе нет никаких проблем, нет особых проблем с детьми-сиротами. Содержатся они вполне в приличном виде. Я чувствую, что... Здесь, вы знаете, я совершенно согласен с Германом, во-первых. Да, абсолютно согласен. Просто вопрос, надо рассматривать совершенно с другой стороны. Каков бы ни был золотой детский дом, сколько бы подарков автомобилями, машинами, билетов на елки и так далее не привезли люди, это не заменит никогда ребенку, у которого в данный момент нету мамы и папы, маму и папу. Хорошо, тогда ответьте мне, пожалуйста, Петр, на один простой вопрос. Представляете себе, что не дай бог, кто-нибудь будет решать судьбу там из-за несчастного случая, кто-нибудь будет решать судьбу близкого вам ребенка, где ему будет лучше, в золотом детском доме или, например, у двоюродной сестры? Я наконец-то это услышал. У меня только вам тогда вопрос, Петр. Тот вопрос, который я задаю сегодня всем радиослушателям, 65-10-99-6, звоните, код города 495. Что нужно сделать, чтобы мы сейчас не молились на американских усыновителей, и что нужно сделать, чтобы россиянин пошел и взял из детского дома больного ребенка или просто хотя бы для начала сироту? Да, я вам скажу, может быть, крамольную мысль, я скажу, что деньги деньгами, но если у человека нет внутренней мотивации, потому что когда вы рожаете своего ребенка, вы точно уже не думаете, сколько денег вы потратите на его обучение, на пеленки и на то, вы рожаете ребенка. Для того, чтобы он вырастет, это будет часть вас. Точно так же и с ребенком сиротой, когда вы берете его в дом, вы берете не собачку, вы не считаете деньги. Ну, извините. Пока, если вы начинаете, как только встает вопрос о том, что нельзя ли мне 6 детей, мне на них дадут вот столько денег. Я знаю людей, которые так и делали. Я знаю людей, которые так и делали. Окей, дай бог, я очень надеюсь, что эти дети будут нормальные граждане. Хорошо, но подождите, Петр, давайте перевернем тогда вопрос в другую полоску. Деньги здесь ни при чем, но деньги нельзя ставить в первую голову. Не деньги. В первую голову нравственность. Деньги ни при чем, однако агентство работает за деньги и все на этом называются. Герман, на одну секундочку, Петр, одну секундочку. Я согласен, что может быть деньгами не решается, но если бездетная российская пара знает, она возьмет ребенка-инвалида, она не может его взять в однокомнатную квартиру, но если она возьмет, у нее будут улучшены жилищные условия, будет патронаж медсестры, помощь со стороны государства, и они не за деньги, но могут себе позволить бездетная российская пара, которая так бы могла не позволить, наконец может себе позволить, то мне кажется, что все-таки ситуация бы изменилась, наверное. Ситуация, наверное, бы улучшилась. Я же не говорю, что о деньгах не надо говорить вообще. Но в целом, когда мы говорим... Слушайте, она не, наверное, бы улучшилась. У нас уже есть опыт. Не говорите хором только. Это же неправильно, это неправильный подход. Я согласен. Итак, Петр, вы считаете, что моральная ситуация в обществе должна измениться? Я считаю, что моральная ситуация в обществе должна измениться. Когда мы как бы станем более цивилизованными, тогда и отношение к детям у нас поменяется. Тогда они перестанут быть в собственности государства, в том смысле, что хотим, то и делаем. А никакой экономической... Нам в отношении детей нам не хватает эмпатии. Нам не хватает того, что мы просто встали на место этого ребенка. Какие-то дяди вершат его судьбу. Не нужны дяди, не нужны мама и папа. Спасибо, Петр. Напомню, это был Петр, занимающийся вопросами усыновления. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут. Ну что ж, возвращаемся в студию. Парадокс с Игорем Виттерем в эфире Финам и ФМ. Пишите нам на сайте финам.фм или звоните 6510996 код города 495 в студии у нас Герман Пятов, координатор команды помощи сиротам Мурзи Круг. И тоже, Герман. Итак, что нужно сделать? Вопрос дня. Значит, все-таки, несмотря на вот эти эмоциональные заявления, что вот деньги там, они не помогут, у нас теория, вот его подтверждается практикой. Да, практика есть, критерий оценки истинности теории. И практика у нас есть. Когда стали выплачивать даже не очень большие деньги, это 4500 рублей, как патронатному воспитателю, то есть надомно, человек берет себе детей домой и выполняет работу воспитателя. За ребенка он получал 4500 рублей, это копейки. И еще 4500 рублей на питание этого ребенка. Причем он должен был там отчитываться чеками, что там куплено, потрачено. Это 9000. Для людей в регионах это деньги, и у нас очень сильно стали разбирать детей, где-то на 20-30 процентов. Это десятки тысяч детей пошли в семью. Но если на ребенка в регионах тратится 40 тысяч в месяц, а выплачивали людям эти 9 тысяч, а в Москве тратится 80-90 тысяч рублей в месяц в детском доме на ребенка, это только бюджетных денег, а еще есть благотворительные, всякое небюджетное финансирование, которое в Москве просто огромное. То если мы даже хотя бы не вот эти крохи, а половину тех денег, которые государство тратит на содержание сироты в детском доме, а на содержание ребенка-инвалида надо, значит, умножать еще на разы, потому что это в разы дороже туда входит медицинское сопротивление и так далее, и так далее. То есть там намного все дороже и сложнее. То на содержание ребенка-инвалида в детском доме тратится уже там 100 тысяч в месяц. Вы 50 тысяч на ребенка, если будете платить в регионах, то детей даже инвалидов будут брать, потому что это колоссальные деньги. А будут ли ими заниматься? Будут. Будут ли выращивать? Почему? Потому что... Обеспечат ли им нормальный уход? Вы знаете, в любом случае, да, это нельзя отдавать вот так на самотек. Отдали и забыли. Естественно, должна быть... Органы опеки у нас сейчас контролируют, пожалуйста, даже не сирот, а вот приходят в семью многодетную, и забирают детей. Поэтому этот контроль должен будет осуществляться. Я могу это все построить и это контролировать в масштабах страны, потому что у меня мы занимаемся уже 40%... Вы этим благотворительно занимаетесь, вы за это деньги не получаете? Мы ничего не получаем. Я 14 лет занимаюсь, у меня это ни в трудовую книжку не идет, никаких копеек я за это не получаю. Это чисто на общественных началах. Причем достаточно много времени я это трачу, поэтому мне не жалко. Потратьте еще время. Коротко, Сергей. Сергей, слушаю вас. Алло, добрый день. У меня несколько замечаний. У меня родители пытались установить девочку, но у них это не получилось, потому что там какой-то чертовый случай документов надо собирать, они полтора года на это угрохали, девушку в итоге не дали. И, по-моему, тема сироток, она еще и в метро поднималась, а сейчас после Великой Отечественной войны еще тема литералов прибавилась. Вот тут две темы, которые чисто пиар ходами педалируются. На самом деле там все не так печально, как все звучит. Спасибо, Сергей. Николай. Николай. Алло, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Слушаю передачу. Очень благодарен за такие вопросы, которые вы поднимаете. Одинное спасибо соведущему Герману. Молодец мужик. Хвалю и шапку перед ним снимаю. Сам детдомовец. Четыре детдома, может быть, пять уже не помню. И не скажу, но мне сорок пять. То есть детдомы еще специалистические. Вот. Везде были нормальные, качественные условия. Везде. Сейчас четверо детей. Я бы взял с удовольствием ребенка и ни одного. Что мешает? Что мешает? Ну, во-первых, у меня своих четверо. А живу в однокомнатной квартире. Ну, сами понимаете. Если бы были условия, где бы детям можно было просто даже побежать, порезвиться, не вопрос. Дальше финансово. Если бы мне дали бы просто возможность нормально работать. Я частный предприниматель. Чтобы я и денег уже сразу не поросил бы. Вот. Я не получаю на своих детей пособие самих обеспечивать. Вот. В принципе, вот такие вот вещи. А как вы относитесь к закону Димы Яковлева? Вы знаете, очень-очень тонкая тема. Я, вот, мое личное мнение. Если существует хоть одна, для одного ребенка возможность обрести семью, она должна быть использована. Спасибо вам огромное, Николай. Спасибо. Да, спасибо. У нас на связи Илья Пономарев, депутат Государственной Думы. Илья. Да, приветствую, Игорь. Привет, Илья. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Я знаю, что вчера вы в Госдуме пытались провести закон, антизакон Димы Яковлева. У меня к тебе вопрос даже не по этому закону. У меня к тебе вопрос очень простой. Почему ни разу, нигде мы не слышали о том, что вы проводите какие-то законы, которые позволяют российским усыновителям, людям, которые хотят в Россию усыновить, дать какие-то финансовые льготы, жилищные льготы и так далее? Дать возможность россиянину, больше возможности для того, чтобы россиянин мог устанавливать, стимулировать россиян? Ну, на самом деле это не так. Я здесь с этим не соглашусь. У нас есть главный специалист во фракции, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей, Елена Мизулина, которую тоже там часто критикуют за разные вопросы. Главный борец с педофилами в стране. Да, но тем не менее, надо сказать, что это ее тема, она постоянно на протяжении тех пяти лет, которые я вместе с ней нахожусь в Государственной Думе, вносит инициативы и наши фракции регулярно поддерживает, о сиротах. Причем Елена Борисовна умеет эти законы проводить. Конечно, большая часть их отклоняется, партия и власти, но целый ряд точечных вещей, которые можно было сделать, оно сделано. Хотя тенденция действительно такая. Единая Россия, в принципе, последовательно выступает против любых льгот, любых методов стимулирования. И поэтому вот даже последнее, в один день с голосованием за этот закон Димы Яковлева была проголосована отмена льгот для детей-сирот на поступление в высшие учебные заведения. А почему, на твой взгляд, так происходит? Ну, есть вот эта вот неолиберальная общая политика правительства и в целом нашей власти, которая проводится на протяжении последних 20 лет, которая говорит о том, что никаких отдельных видов преференций для отдельных групп населения не должно быть. Вот апофеозом этой политики в свое время была монетизация льгот. Просто правительство считает идеологически, да, то есть как бы фундаментальный вот либеральный взгляд, в экономическом смысле либеральный взгляд на вещи о том, что все люди должны быть равными, что есть рынок, который должен все расставлять на своих местах в силу индивидуальных способностей человека. А сирота он не сирота, но надо дать, например, дополнительных денег детский дом, как государственному институту, а он уже будет сам решать. Спасибо большое, Илья. Напомню, на связи был депутат Госдумы Пономарев. А вот, кстати, Герман, который всю дорогу утверждал, что никакие там сейчас не завязаны абсолютно ни директора детских домов, никто вдруг, Герман сказал сразу, чтобы пилили. А пилят не на уровне детского дома, а на уровне департаментов образования областных. Они проводят конкурсы на закупку еды, одежды, ремонтов и так далее. И половина денег пилится. То есть это колоссальные доходы, миллиарды долларов. Герман, вопрос такой. Я допускаю, что у нас не все так печально, как рассказывают в этих ваших интернетах. В ваших? Ну, это да, в наших. Я так стараюсь дистанцироваться. Другой вопрос. Почему тогда у нас в стране, я сейчас тему немножко меняю, да, постоянно происходит сбор денег на лекарства безнадежным онкологическим больным, в том числе детям. Почему мы страна, великая страна, оказались в таком позоре, что мы должны каждого ребенка спасать не государство, у которого нету на это ни лекарств, ни денег, ничего, недостаточной медицинской помощи. Как мы оказались в такой ситуации? Я бы вовсю поверил в то, что вы рассказываете, но на моих глазах, и я вижу, и мне вам рассказывать, вы тоже видите этих людей, которые своим трудом, своей кровью и потом спасают несчастных детей. И взрослых в том числе. Очень много фонду. Ну, вы знаете, насчет сборов денег ситуация такая, да, люди зачастую малоинформированы, кто-то начинает на этом спекулировать, кто-то банально денег зарабатывает. Почему? Вот конкретный пример. Я врач-хирург, работал долгие годы в научно-центр хирургии и академических наук. У нас работал, руководил отделением пересадки печени, профессор Гатие. Это мировая величина в области пересадки печени. Сейчас он руководит институтом транспортологии. И профессор Гатие неоднократно, ну, он, наверное, сейчас академик уже Гатие, неоднократно говорил о том, что, ребята, вот я вижу, что собираются какие-то деньги, астрономические суммы, 300 тысяч там евро на то, чтобы ребенка прооперировать. Печень в Бельгии пересадить обычно. А у нас это делается по квотам бесплатно. Вы только просто... А в эту квоту как попасть? Да элементарно. Вы что думаете, на писатку печени просто миллионы людей, что ли, стоят? Нет. И, как бы, вот человек сказал, что там полтора года собирали документы на усыновление. Ну, никто у нас в России полтора года не собирает. У меня есть масса людей в команде, которые усыновили детей, то есть командный Мурзикру. Просто они об этом не говорят, и меня просили, как бы, не называть, да, конкретных людей. Вот. Но это делается, ну, не у несколько месяцев. Но вы, в конце концов, вы же не щенка из приюта берете, это ребенок, это живой человек. Естественно, человека надо проверять, там есть определенные степени проверки, справки и так далее. Что он там не тубинфицирован. То есть и здесь все не так. Не так, все катастрофично, как это часто бывает. Ну, где-то бывает хуже, там все зависит от конкретного чиновника. Но вы же понимаете, что и в Америке от конкретных людей. Сейчас точно кто-нибудь написал где-нибудь на сайте, ведущий звучал разочарованным. Нет, я наоборот счастлив, что не так все плохо. На связи Лидия у нас. Лидия? Да. Короткую ремарку, да. Да, короткую ремарку. Вот впечатление от всей передачи в целом. Мы все немножко ортодоксы. И Петр, и Герман, и я, наверное, и другие звонившие. Вот Петр сказал, что главная мотивация в восстановлении. А Герман тут же ответил, если будут деньги, будет и мотивация. Простите, деньги будут брать детей, да? Они уже есть опыт, что брали. Брали. Я уже сейчас не нападаю. Ради бога, успокойтесь. Я хочу сказать, что все равно главное, чего нам не хватает, в этом подходе, в этом подходе, в этом подходе, нам не хватает государственной инфраструктуры. Нам не хватает медицинской, бесплатной медицины, включая лекарства. Нам не хватает пандусов, нам не хватает колясок, нам не хватает инклюзивных школ с инклюзивным образованием. Нам не хватает жилья. это все государственная инфраструктура. Полностью согласен. И тогда наша ортодоксальность сводится на нет, мы становимся союзниками, а не баррикада. Ну, а кто в государстве должен этим заниматься? Вот сейчас Илья Пономарев выступал, говорит, депутат Мизулина, которую все там проклинают за чудовищные законы, она пытается протолкнуть законы помогающие, не проходит. Кто, где, что, чем решит? Сейчас мы с вами упремся в политическую систему, что собой представляет на сегодняшний... Я под политикой экономику все время пытаюсь найти. Герман говорит, выделяются деньги, а их пилят на уровне облздрава, да? Ну, я вам и говорю, политическая система. Политическая система. То есть, вы считаете, Лидия Ивановна, что если даже деньги будут доходить сейчас, вот как Герман говорил, патронажные семьи, если половина того, что будет тратиться сейчас, то выделяется детский... Ну, дошли деньги, а в этом, в Калужской области не делают таких-то операций. И тех пятидесяти тысяч, которые дают, уже не хватит. Да прекрасно, и ввозят в Москву. Ввозят в Москву. Спасибо, Лидия Ивановна. Операция на сердце в институте Бакуева. Подвожу итоги. Как выясняется, ситуация у нас выглядит все-таки не так с первого взгляда, как ее описывали. Но, тем не менее, я думаю, что я в ближайшее время вместе с Германом тоже проедусь, посмотрю, как обстоят дела. Тем более, я ему предлагал свою помощь уже недавно, к сожалению, не получилось. Буду рад. И лично вам доложу, и будем думать над экономической схемой помощи, как бы сделать это более эффективно. Напомню, это была программа «Парадокс» с Игорем Виттерем. В гостях у нас был Герман Пятов, врач-хирург. Услышимся с вами завтра в то же время. Будем говорить о вреде алкоголя и табака.